Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя, мы вспомним истории Священного Писания, и, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу, и прочтем те, которые вы пришлете во время этого эфира. И в самом начале предлагаю попросить у Бога благословения. Давайте мы помолимся. Господь наш и Бог, еще и еще раз благодарим Тебя. Ты велик и славен. Мы очень Тебе признательны за жизнь, которую Ты подарил нам, за возможность дышать, видеть, слышать, прославлять имя Твое Святое, и за возможность сегодня свидетельствовать о том, как Ты благ, как Ты внимателен к нам, к людям, и как Ты отвечаешь на наши молитвы, зная даже наши все слабости. Господи, мы очень благодарны Тебе и просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, благословил сегодняшний эфир, благословил и тех людей, которые будут писать и молитвенные просьбы, и которые будут просить о своих родных. Господи, мы молим Тебя, чтобы все, что будет сказано здесь, в этом эфире, было для Твоей славы. Знаем, только Ты один достоин хвалы, чести и поклонения. Славим Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Прямо сейчас Вы можете написать Ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Богу внизу под этим видео в строке комментариев. Если Вам удобно, Вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона плюс один девятьсот шестнадцать восемьсот двадцать семь восемьдесят пять сорок. Мы прочтем их в прямом эфире и передадим наши молитвенные группы. И еще, если Вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, в нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона плюс один девятьсот шестнадцать двести пятьдесят четыре восемьдесят один восемьдесят два. Верим, что и этот эфир станет благословением как для нас всех участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостя нашей сегодняшней передачи Геннадия Ящук. Геннадий, здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем Вы расскажете Ваш молитвенный опыт, хотелось бы, чтобы зрители немножечко познакомились с Вами и узнали чуть-чуть хотя бы о Вас. Откуда Вы родом? С Молдавии. С Молдовы, да? А как давно Вы здесь живете уже? Уже шестнадцать лет. Почти семнадцать. Почти семнадцать лет? Да. Ну, конечно, Вы уже адаптировались. Не скучаете по Молдове? Хотелось бы проехаться, посмотреть, вспомнить молодость. Конечно же, каждому хочется на свою родину вернуться и встретиться с друзьями в церкви. Да, кстати, как Вы познакомились с Богом? Как Вы узнали о Нем? Вы родились в семье верующих родителей? Мама была православная, отец умер, когда мне было девять лет, так что отца чуть-чуть только помню. Мама говорила о Боге. Ну, чтобы ходили в церковь на Пасху, там, ну, может, два раза был. Два раза всего лишь Вы были тогда в церкви? Да, о Боге ничего не знал. Да. Ну, а как получилось? Сколько Вам было лет, когда Вы узнали о Боге? Уже, как бы, лет 25 я, люди приходили, рассказывали о Боге. Я всегда слушал, делал выводы и, как бы, ну, просто слушал, но все равно жизнь продолжалась так, как... Ну, как жили, так и жили, да? Как жили, так и жили, да. То есть, получается, семя сеялось через миссионеров, которые приходили к Вам домой. Вы жили в городе, в селе? В селе, но я никогда не отказывал. Когда приходили, я всегда слушал их, что они рассказывают, и делал выводы. Тот так говорит, тот так говорит, и что-то там не совпадало, что-то как бы, ну... То есть, Вы взвешивали, да? Все взвешивали, очень хорошо. Ну, а сейчас какое Вы несете служение в церкви? Когда я приехал сюда, мы попали в кризис в 2008 году. Мне было очень тяжело. Три месяца я был без работы. Кого я не спрашивал. Было такое, что даже я спрашивал людей о том, чтобы они меня взяли на работу. Даже без зарплаты, чтобы они увидели, как я работал, и не было работы. Я три месяца ни одной работы не имел за три месяца. Это был очень большой стресс для меня. И я сказал, что я буду помогать людям, я буду пробовать устраивать на работу других людей, для того, чтобы у них не было такого стресса, как у меня. То есть, получается, Вы отвечаете в оказании помощи. Как это называется? Отдел или служение? Типа по трудоустройству. Ага. Отдел по трудоустройству, да? Да. Но я уверен, последние полтора года у Вас в Визе, у Вас много работы, да? Люди очень много спрашивают, но очень мало рекомендаций, куда можно их направить для того, чтобы они могли хоть как-то где-то зарабатывать. Особенно сейчас, в последнее время, когда много приезжают через Мексику, людям очень тяжело. И у них очень большие проблемы, негде работать, нет разрешения на работу, негде жить. И очень большие проблемы у людей. Но я имею очень много знакомств с такими людьми, которые только приехали и не знают даже, куда обратиться, не знают этой системы. Они думают, что тут можно легко устроиться на работу, едут сюда, а тут сталкиваются с многими проблемами. Ну, получается, у Вас ведь должна быть команда, которая вот как-то помогала бы Вам. Будем работать насчет этого. Очень тяжело сейчас насчет того, что я надеялся на то, что наши братья будут как бы больше рекомендаций давать для того, чтобы было легче работать. Очень, очень, очень тяжело, когда нету информации, куда можно их устроить на работу. Я уже еду по дороге, вижу тракт с номерами какой-то, я фотографирую, звоню им, может, они имеют какую-то работу или что-то такое, чтобы куда-то устроить. Захожу в разные компании, тоже спрашиваю, потому что люди, которые приезжают, они не имеют английского. Ну да, конечно. И им тяжело найти работу. Ну, как бы так. Понятненько. Значит, Вы, да, конечно. Ну, пусть Бог Вас благословит в этом служении, и чтобы у Вас... Да, очень тяжело. Был случай, что человек пришел ко мне и говорит, просто женщина направила меня к Тебе, или нет у меня работы. На данный момент у меня не было никакой работы, но я смотрю на него, он сам не свой какой-то. И я просто как бы про себя помолился, думаю, Боже, ну помоги, как можешь. Просто сказал им, окей, я тебе помогу. А работы не было. И потом как-то было даже такое, что маленькая работа была, я его просто учил, платил. Домой прихожу, жена говорит, как дела, все нормально. Но она не знала, что я работал в минус, потому что я ребятам платил за то, что они были на работе, а работы не было. И где-то через три месяца он мне говорит, ты помнишь тот случай, когда я к тебе пришел? Я говорю, да, ну мы сдружились с ним, все нормально. Он говорит, ты представляешь, я тогда шел к тебе и в мыслях думал, если я еще тут не найду работу, его жена оставила, у него были проблемы большие, как бы, и он просто признался мне тогда, сказал, говорит, я тогда думал, что если еще тут не будет работы, я просто покончу с собой. Да вы что? И это не один такой случай у меня уже есть. То есть вот так вот люди признавались, да, что они даже готовы вот покончить жизнь самоубийством. Ой, ужас какой! Ну а как вы, вы почувствовали тогда, да? Вот вы посмотрели, говорите, он какой-то... Глаза какие-то не такие, как обычно, знаете, вот видно какое-то переживание, у него такие страхи, такие как-то видишь, он смотрит на тебя, он как будто не... Ну вообще, такое чувство, что надо ему помочь. Вот это еще, о чем нам надо молиться в наших молитвенных группах, чтобы Господь открывал нам новые рабочие места, и мы могли людям помогать. Особенно в это время, потому что сейчас очень много людей, которые приезжают, они имеют разрешения на работу, они не могут, не имеют где жить, нет денег. Хорошо, что есть эти бесплатки, они хотя бы могут... Ну хоть покушать. Да, хорошо, Геннадий, ну а скажите, какой молитвенный опыт вы приготовили сегодня на передаче нашей? У нас много опытов, не знал, какой рассказать, но думаю, что, наверное, о крещении. О крещении. Как Бог ведет нас по жизни за руку. А это крещение было ваше крещение? Наше крещение вместе с женой вместе, да. Вы в один день, получается, приняли крещение. Ага, ну я весь во внимании, я думаю, зрители тоже. Хочу сказать, что я с детства любил играть в шахматы и любил планировать все наперед. И когда мы где-то в октябре нам сказали, что будет крещение, я не знаю, как так получилось, что мои планы, мои вот эти все, чтобы посмотреть наперед, спланировать, вот это просто все выключилось. И нам сказали, что на Новый год у нас будет крещение. Мы жили в селе, и добираться до крещения надо было где-то 45 километров. 45 километров, да. И это надо было добраться на Новый год. И мы даже этого не планировали, мы просто молились и думали, все будет хорошо, мы с Богом, Бог нас ведет. И когда мы 1 января проснулись, вышли на дорогу, 6 часов утра должен быть автобус, снежочек такой, как бы свеженький был на дороге, только выпал, и мы, автобус должен был проехать в другое село, а потом обратно, и он будет везти в район. И мы вышли на дорогу, смотрим, автобус не проехал туда, нет его. Нет следов, да? Нету следов. Вау, но это же 1 января. И я такой говорю, уже нет, понимаешь, мы даже не подумали, это же 1 января, карнавал, это же все отдыхают. Да. А мы перед тем, как выходить, мы помолились, Боже, помоги нам добраться, чтобы было все хорошо туда и обратно, потому что зима, рано темнеет, рано, ну, как бы, темно сейчас, темно потом. И мы говорим, ну что, пошли пешком, пошли, 9 километров пешком. А всего 45, вы говорите, а 9 надо было пешком до какого-то... района, может, там будут автобусы. И мы прошли. И мы начали идти, где-то 3 километра 4 прошли, и догоняет нас машина, как бы, попутная. Останавливается сама и говорит, я не туда еду, но я вас подвезу до окраины города этого района. И мы такие, окей, хорошо, хотя бы сюда. Мы подъезжаем, мы уже едем, с ним разговаривались, он говорит, ну, раз вы туда едете, то я вас довезу до остановки. Это ему не по пути было, но он уже везет нас туда и останавливает там. Он пожалел вас. Пожалел. Мы останавливаемся на остановке, и то же самое. Следы от собак, белый снег, и никакой машины, никакого автобуса, ничего. А люди хоть стоят на остановке? Никого. Потом подошло один-два человека. Просто подошли, я не знаю, даже, или они куда-то ехали, или нет. Но мы ехали только в том направлении, больше никого. И она говорит, что мы делаем? Я говорю, слушай, не переживай, Бог сделает чудо. Это мой первый раз, когда я сказал, Бог сделает чудо. И после этого минуты две-три проходит, и видим, автобус заезжает, и Карус. Я точно не помню, то ли Стрий, Одесса, то ли Ивано-Франковск, Кишинев, что-то типа такого. Но он, эта трасса, которую он ездил, он рассказывал потом, когда мы уже сели, он ездил много лет, но мы были в стороне примерно 4-5 километров. И он говорит, это первый раз, что я ехал, и у меня что-то такое чувство, надо заехать туда, а вдруг там меня кто-то ждет. Да вы что? И он поворачивает 4-5 километров, как бы съезжает сюда, забирает нас, и мы едем туда. Пустой Карус. И мы едем, он забирает нас, и едем туда. Приезжаем, рассказываем этот опыт там на крещении, принимаем крещение, где-то в три часа заканчивается крещение, нам дарят гвоздики, когда приняли крещение, и уже мы идем, надо выйти на окраину города обратно, мы выходим, а тогда не было автобуса, в такой период был, что очень тяжело было добираться. И нам надо было там километр пройтись до окраины города, и потом мы как бы уже должны были останавливать попутки, и мы идем, это развилка, там такие мосты, и мы заходим под мост, и жена говорит, ой, уже 4 часа, темно, зима, да, зима, как мы доберемся сейчас домой, не знаю. Я второй раз сказал, говорю, не переживай, Бог сделает чудо. Опять же, я не знаю, почему я так сказал, как это так получилось. И мы выходим только из-под того моста, и видим там как свадьба. очень много людей, и я такой, вау. И все эти люди ждут какие-то попутки или автобусы. И они все машут, да, и замерзают, и хотят добраться домой. Холодно, мороз, снег. И мы такие выходим, и даже не машем, просто останавливаемся, и смотрим, как они машут, останавливаются, и надеемся на чудо. И тут далеко перед нами останавливает пара людей машину, и та машина тормозит, но так как гололед и снег, и она едет, едет, едет потихоньку, скользит и останавливается возле нас. Прямо к вам, да. Прямо возле нас. И водитель выходит оттуда и обходит, чтобы лобовое стекло протереть перед женой. Там пассажирское как бы сидение. Видно, замерзло. Замерзло, да. И он выходит, чтобы протереть. Жена стоит в шубе, гвоздики под шубой, вот так, знаете, как запихала руки. Чтобы они не замерзли. Чтобы они не замерзли. И, а я стою рядом. И он обходит, и прямо возле жены подскальзывается. Падает, да? Ну, не падает, чуть не упал. И в этот момент, как бы автоматически жена выдергивает руки и хочет как бы придержать его. Ну, потому что падает человек. С гвоздиками. И он такой смотрит на нее и говорит, о, это вы? И эта женщина тоже узнает меня. Когда мы принимали крещение, это пастыр церкви с другого района, они приехали тоже на крещение. И они нас узнают. И говорят, это вы? А ну, давайте быстренько в машину. А как те люди, которые тормозили? Они говорят, вы извините, это наши братья, мы должны вот их забрать. Ну, так получилось. Да, извинились. Слышать. И мы уже разговорились. Они говорят, а там нам надо было, уже мы ехали с другой стороны, заезжали, там надо было 3 километра еще пешком пройтись. Потом, да? С трассы, так сказать. С трассы. И они говорят, мы вас довезем аж домой. О, слава богу. И опять же, получается, мы так добрались, вот мы молились утром, чтобы нормально доехать. Мы и туда, и обратно доехали без проблем. Это наши первые опыты, которые... Опыт отвеченной молитвы, да? Да. Ну, реально это чудо получается. Вот Бог, как же он рассчитал все, да? Что машина, хоть и не туда ехала, вас подобрала, подвезла. Буквально здесь же автобус подъезжает, который вообще не должен ехать по этому маршруту. Вот, он съезжает вообще с маршрута. А потом, ну, надо же было пастору так долго тормозить, да, на машине подъехать к вам. И они наверняка вас и не узнали бы, если бы не цветы, да? Если бы он не вышел, и она, и не подскользнулся, чтобы она достала, как бы... Ну, цветы, он узнал эти цветы. Они узнали цветы, и они нас узнали. Потому что мы уже в одежде. Тогда мы были без одежды, когда крещение принимали, и как бы без шубы, без пальто, без куртки. А так они узнали, да, вот те цветы как раз. Слушайте, ну, это вам такая поддержка была. Вы вот как раз горели вот этой первой любовью. Вы были уверены, что приедете на крещение. Но приехали, крестились вот назад как? Поэтому Лида и спрашивает, как же мы будем добираться, да? И опять очередное чудо. Вот как Господь позаботился, интересно, о вас. Вот она, вот сила молитвы. И Бог вас как раз вот поддержал на этом, так сказать, начинающем вашем пути, в начале вашего пути к христианству. И после того, вы знаете, вот мы всегда, как ребенок маленький, мы всегда как бы уповаем на Бога, и знаем, что с Богом намного легче жить. И как маленький ребенок, когда страшно, и он ловится за руку отца, и он идет спокойно по жизни, вот то же самое в нашей семье. Слава Богу, вы знаете, намного легче жить, когда с Богом. И мы уже имеем и тот опыт, как бы... И масса других уже. И масса других. И мы видим, как наши друзья, знаете, и уже некоторые уже умерли от алкоголя, от наркотиков. С кем вы жили в одном селе, да? Да, соседи. Молодче меня были, даже не женились. Они... Один покончил с собой, другой заболел от пьянства. И, ну, короче, мы очень благодарны Богу, что когда-то Он нашел нас в том мире грешном. Слава Богу. Слава Богу. И поддержал вас, как раз, отвечая на молитвы таким чудом, которое укрепило вашу веру. Да. Слава Богу. Слава Богу. Друзья, а как вы относитесь к чудесам? Как часто Господь совершает их в вашей жизни? Кто-то скажет, что каждый день начинается с чуда, когда мы просыпаемся, и открываем глаза. Ну, это так, конечно же. Я согласен. Но я говорю о чудесах, которые происходят вопреки ожидаемому или даже вопреки законам природы. Слушая историю нашего гостя, я как-то мысленно вот так вот вижу человека, чье сердце горит первой любовью к Иисусу. После молитвы они уверены в том, что вопреки всему, первого числа они смогут добраться до места назначения. И слова «Сейчас увидишь, Божье чудо» напоминают мне историю Петра, идущего по воде. Мы можем прочесть его слова, которые записаны в Евангелии от Матфея в 14 главе. Петр говорит «Господи», когда увидел Иисуса Христа, идущего по воде, «Господи, если это Ты, вели мне пойти к Тебе по воде». Вы думаете, Петр в этот момент думал о законах природы? Уверен, он не знал закон Архимеда, но точно знал, что это невозможно. И все-таки он горит этой первой любовью. Вот эта любовь питала веру Петра и давала уверенность, что Иисус может все. Откуда такая уверенность? Помните, как Иисус пригласил Петра быть его учеником? Да. Интересно, в тот момент рыба пошла в сеть наперекор всяким законам. И это было чудом, которое все перевернуло в сердце Петра, которое укрепило его веру. Автобус пошел по другому маршруту, пастор мог остановиться в нужном месте. Это уже не о Петре, конечно, но я уверен, что и в жизни нашего гостя Геннадия было много молитв и чудес, укреплявших его веру и формировавших его как христианина. Как бы там ни было, все мы знаем, что проявление сверхъестественного никогда не отменяет необходимость личной веры и молитв. Чудеса не всегда будут сопровождать нас в жизни. Наверняка Петр ожидал чуда, когда Иисуса схватили и приговорили к смерти. Но ожидаемое чудо не произошло. Это был болезненный урок для Петра. Но после этого Петр стал другим. Вспомните, как после молитвы он крепко спит накануне своей казни в тюрьме. Почему он не ждет чуда в этот момент? Наверное, это уже другой уровень веры Петра. Да, друзья, приятно, когда после молитвы происходит чудо. Но может, глубина веры измеряется не в произошедшем после молитвы чудом, а готовностью принять волю Божью при любом финале? А вы сами что об этом думаете? Итак, я хочу попросить нашего гостя. Геннадий, пожалуйста, вы познакомились, вы знакомы с молитвами, которые пришли к нам на передачу. Хочется, чтобы вы и сейчас помолились в эфире, и к нам присоединились наши зрители о том, чтобы у вас было больше информации о работах, о нуждах в рабочих руках, чтобы вы могли направлять людей, которые так много сейчас здесь у нас ищут работу. Помолитесь, пожалуйста, обо всем этом. Дорогой Небесный Отец, я очень благодарен за то, что когда-то ты помог мне прийти к тебе и вел меня до сих пор. Боже, благодарен тебе за то, что ты также пребываешь с другими людьми, не зная, через кого ты можешь подействовать на них, но, пожалуйста, пусть они услышат твое слово и твое письмо, которое ты передаешь им, чтобы они услышали и приняли тебя, чтобы они оставили зависимость, чтобы они не болели, Боже. Особенно прибыть с каждым человеком на этой земле в их трудностях поддержи. Если они не имеют, Боже, работы или жилья, помоги нам в этом участвовать, и чтобы мы могли, Боже, больше быть милосердны к ним, и чтобы мы могли, Боже, больше послужить им, как Иисус служил, и не думали о себе, а думали о других людях. Помоги, Боже, также тем людям на Украине, которые сейчас страдают, поддержи их, помоги, чтобы эта война закончилась, и чтобы все, Боже, было во славу тебе. За все тебя благодарим и славим, Отца Сына и Светового Духа. Аминь. Аминь. Большое спасибо, Геннадий, за молитву и за тот опыт, которым вы поделились, опыт чудес, и о том опыте с тем молодым человеком. Спасибо большое вам. Пусть Господь благословит вас, вашу личную жизнь, вашу семью, жену, детей, и то служение, которое вы несете. И вам спасибо. Слава Богу. За ваш труд. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я благодарю Бога и вас за время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить. Если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит и хранит каждого из вас.